Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня хотелось бы поговорить или затронуть такой вопрос. Новость уже не новая. Это обращение такого Володимира Зеленского к президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко. Новость не новая, да, и о том, что сумасшедший или просто обкуренный такой президент Украины Зеленский предложил президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко перейти на сторону Украины. Звучит обращение дословно, вот как бы следующим образом или близко к тем, что хочу лично обратиться к своему коллеге Александру Григорьевичу Лукашенко. Наши страны еще не вступили в открытую конфронтацию. Для вас еще не поздно перейти на сторону победителя. Теперь у вас есть ядерное оружие, перейдите его Украине. Со своей стороны обещаю сделать все для того, чтобы Запад вновь признал вас легитимным президентом. Это последний шанс, Александр Григорьевич. Прошу вас подумать, принять правильное решение. Ну, во-первых, в строках своего письма или ответа хочу так заметить. Если кто-то обращается официально на русском языке, то писать необходимо тоже по-русски грамотно. При обращении к одному человеку может быть использовано слово «вы» как с большой, так и с маленькой буквы. И выбор большой буквы, он является обязательным только в следующих случаях. Ну, в письмах делового официального характера, а также в документации. Уважаемый Иван Иванович, сообщаем вам что? Вам с большой буквы. Ну, вот, соответственно, в данном случае. В анкетах, ну, рекламных листовках, которые вы там разбрасываете, при вежливом обращении к одному неконкретному лицу, где вы проживали раньше, состав вашей семьи, при записи там титулов, тоже в данном случае можно, да, Ваше Величество, Ваше Высочество. Вот так надо было обращаться, а то просто коллега, уважаемый, неуважаемый, недорогой тебе. Письмо-то, обращение к президенту другого государства. Хотя, откуда вам это понятие? Вы ведь не русский человек, простительно. Далее о передаче ядерного оружия из Белоруссии на Украину. Он говорит только о том, что человек является, ну, полным имбецилом, на мой взгляд. Уже не шизофреник, нет, ну, уже имбецил. А признание легитимности совсем вопрос. А для чего? Для чего признание Запада президенту свободной страны? Белорусский народ его признал. Правда, обращение звучит еще и с угрозой. Последний шанс, ну, прямо как последний путь. Для вас еще не поздно. А что будет, если поздно? Тоже угроза. А если серьезно, то оценку своему руководителю в официальных источниках дал один из представителей его окружения. Правда, с такой вот вражеской и совсем не украинской фамилией Москаль. Экс-глава Луганской, как панской такой областей, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль, который высказал свое мнение в эфире телеканала «Наш» следующим образом. Президент Украины является таким неуравновешенным и капризным человеком, наделавшим много глупостей. Сказал он это в связи с закрытием на Украине оппозиционных телеканалов. При этом генерал Москаль посоветовал Зеленскому подумать. По его мнению, украинский лидер просыпается с одной мыслью, на работу идет с другой мыслью. Он думает одно, говорит второе, а делает третье. Неуравновешенный, капризный человек. Это указал именно Москаль. Фамилия такая, да, во всем виновата клятой москали. При этом Москаль добавил, что Зеленский походит в большей степени на Наполеона, только по росту. На мой взгляд, подобные заявления на официальных каналах, ну как-то возможны. Возможны только в случае абсолютного безразличия к руководителю своей страны. И отсутствие страха перед первым лицом государства. В данном случае это и есть государство, которое в действительности таковым является. Недоделанный Наполеон не просто по росту, вообще недоделанный. Даже, я не знаю, на мой взгляд, не капризный, а имбицильный. Уже имбицильный, далеко не шизофреник. Спасибо большое.